Замечательная новость, чуть не пропустил, исправляю свою ошибку. В очередной раз хандасов, которых героически привезли наши военные на военной транспортной авиации в город Алматы из Афганистана, беженцев из Афганистана, этнических казахов, расселят в северных областях Казахстана. Все, как мы обсуждали, все, как вы писали в комментариях, так что не говорите, что чиновники или правители в Аккорде не читают ваших комментариев. Все в точности наоборот, все читают, все смотрят, прочитывают ленты в Facebook, Одноклассники, ВКонтакте и в том числе YouTube канал тоже мой смотрят. И ваши комментарии все были прочитаны и учтены. Будем так считать. Хандасов везут на север, что тут можно добавить? Можно добавить только одно, что у последователей движения Тель-Майданы, у ярых поклонников Куата Ахметова появился очередной шанс, мимо которого они не должны пройти мимо. Они обязаны, я подчеркиваю, обязаны в очередной раз проявить себя, подхватить наших дорогих хандасов, наших дорогих соотечественников афганских под руки. Прямо когда они выйдут с трапов самолета или приедут поездами в ваших городах, Павлодар, Петропавловск, Кокшетал, Ахтубе, хватайте их за руки и ведите по ресторанам, по столовым. Покатайте их на автобусе, на общественном транспорте и везде, конечно, снимайте свои ролики о том, что их не обслуживают на государственном языке. А то вот эти вот, ваша ругань в перемешку, где казахско-русский мат присутствует, он не очень хорошо смотрится. А вот на фоне афганских беженцев, истинных этнических казахов, которые, кстати, не владеют русским языком, ни слова не знают, будет смотреться ваши видеоролики совершенно аутентично. Аутентично это значит правильно, совершенно справедливо. Вот пострадавшая сторона, афганские беженцы, пожалуйста, вот вам итоги советской политики русификации северных областей Казахстана на лицо, как говорится. Возможно, кандасов на всех не хватит, их всего лишь 40 человек. На всех активистов тыль Майданы, возможно, их не хватит. Да, есть такая оговорка, но тут есть другой выход. Активисты тыль Майданы должны одеваться, как афганские беженцы. Я считаю, это будет полезным. Оденьте там шаровары афганские, какой-нибудь головной убор маджахетский, безрукавочку, как вот любят носить в Афганистане в жаркую погоду. И вперед заходите вот в какую-нибудь столовую, ресторан, сходу, с самого начала, с порога говорите, Аллах Акбар, чтобы вот эти вот все путиноиды, которые живут вокруг вас в северных областях Казахстана, чтобы они ощутили это дыхание Востока прямо в лицо, чтобы горячее дыхание Востока, да. Чтобы не расслаблялись, в общем-то. Вот такой вот мой совет и пожелание для этой радостной новости, на этой радостной новости. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь на Facebook, Instagram аккаунты, как запасные площадки. Обязательно помогайте мне финансово в системе Patreon. Ссылка тоже в описании к каждому видео. И до новых скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok